Всем хорошего дня! И сегодня мы представляем новую рубрику на канале ТНТ Березняки, которая будет выходить по пятницам. Итоги недели с юмором от Comedy PR. И проведу ее я, Дмитрий Красильников. И сразу первая новость. 13 марта нетрезвый водитель из Перми с коллегами совершил ДТП на перекрестке улиц Юбилейная и Льва Толстого. Как заявил сам нарушитель, он просто хотел обратить внимание жителей Березняков, что у Льва Толстого в прошлом году был юбилей. 190 лет, как-никак. И сразу следующая новость. 15 марта все жители Березняков слышали какой-то сильный хлопок. У всех машин сработала сигнализация, задрожали стены домов. Не заметили это только продавцы хлопушек, шампанского и владельцы запорожца. Было много версий, что это захлопок. Но, как оказалось, это военный миг, пролетая над Абрамова, просто перешел на сверхзвуковую скорость. Но, как мы знаем, что все водители, которые проезжают через Абрамова, автоматически прибавляют скорость. А вот криминальная новость. Полиция Березняков разыскивает мужчину, который украл у женщины карту бесконтактной оплаты. И сразу же пошел по продуктовым магазинам. Кстати, пропажу обнаружил муж женщины, к телефону которого была привязана карта. И таких покупок от жены он явно не ожидал. И полиция сообщает, что вор уже пойман, так как заказал доставку еды на дом по этой карте. Сразу продолжение криминальных новостей. 16 марта на входе в один торговый центр двое нетрезвых парней целый час издевались над хрупкой девушкой в костюме ростовой куклы. Мы, конечно же, осуждаем хулиганов. Но они уже получили по заслугам. Так как на следующий день снова пришли поиздеваться над этой девушкой. Но в костюме ростовой куклы был уже ХМС по самбо. И пришлось вызывать не полицию, а скорую помощь. Продолжим. В этот же день в одном из ресторанов города пенсионерка после презентации купила себе вибромассажную насадку на кресло за 160 тысяч рублей. После этого так и хочется сказать. А потом села в свой новый бент и уехала в особняк проверять курс акций. Но не так все просто. На самом деле хитрые продавцы оформили кредит на пенсионерку на эту сумму. Так что, граждане, будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников. А поможет вам этом цирконевый браслет целителя Светозара за 27 тысяч рублей. Мгновенная доставка почты России. Берегите себя. Ну а кто хочет, заходите в группу ТНТ Березники ВКонтакте, участвуйте в конкурсе и можете выиграть два пригласительных билета на юбилейный концерт. Камеди пень, искрометный миниатюру, смешные песни. О, говорил уже. Ну тогда до встречи, Березники! Продолжение следует...